Добрый день, дорогие друзья! Мне сейчас начали писать и звонить подписчики, говорить о том, что в Анапе курортный сезон под угрозой, как и на всем, в принципе, Черноморском побережье. Я спросил, что почему? Говорит, на основном атака беспилотников. Я говорю, ну вы проснулись, ребятки. Если помните, я рассказывал как-то о Новороссийске, о том, что туда, в Шисхаре, была атака с подрывом, но мне сказали о том, что, блин, фейк, мы там не слышали, хотя мои подписчики, которые живут на берегу, все это подтверждали. После того, как сейчас у нас прилетело в Туапсе, видео я опубликовал на канале, как прилетело в Адыгее, у нас появляются паникеры о том, что, ну все, хана, ребят, у нас уже больше года идет война. Вы сейчас начинаете говорить о том, что как так, такое может быть и так далее. В прошлом году на Крым были атаки, на Крыму люди как отдыхали, так и отдыхали. В этом году, как и ни странно, да, у нас атакуют близлежащие регионы, и не только, и Подмосковье, в Энгельс долетает, вот и Краснодарский край прилетел, и удивление о том, что, блин, как так, вот все, теперь под угрозой. Да нет, русских ничем не остановишь, я думаю, что в этом году приедет отдыхать людей даже гораздо больше, чем было в прошлом, потому что уже некоторые другие регионы не выехать, а людей на отдых стремится все так же много. Сегодня мы находимся в Витязево, и давайте прогуляемся с вами, посмотрим на параллели, что там происходит. Привет! Всем привет! Даша заслепила наше солнышко, но это наоборот хорошо. Температура воздуха сейчас у нас в поселке Витязево плюс 9 градусов показывает, хотя в Анапе сегодня перед выездом мы замерили плюс 16, да, вот такие погодные аномалии. Все из-за того, что там, где я живу в Анапе, чуть-чуть дальше от берега моря, а так как море у нас сейчас доходит до 11 градусов, то температура воздуха держится примерно в таком же уровне. Мы подошли к параллели, здесь видим, что ведутся все еще работы разнообразные. Это южный проспект, здесь очень много молодежи гуляет. Да, аккуратно, да, все, чтобы не испачкаться в грязи. Мы подходим к параллели, ребятки. Ведут уже установку решеток, которые должны спасти вас от падания в яму, а нас, всех тех, кто любит и приезжает в Витязево, от того, чтобы у нас стояла вода непосредственно на параллели. Ну, как минимум, воды мы пока не видели, чтобы где-то стояла. А вот эта конструкция выглядит вот так вот. Обязательно напишите в ваши комментарии, как вы думаете, будут ли у нас потопы в этом году, или все-таки эта доп. система справится. Людей, кстати, очень много на параллели. Смотрите, куда не поверну камеру, везде люди, люди, люди гуляют. Сразу не обратил внимания, но с той стороны увидел, что разбит также тротуар. То есть будут как-то сводить все это вместе, и надеюсь, что и вот эту часть берут, где здесь было целое озеро. Хочется уже красоты, а еще посередине фонтанчик, но что-то Юра, по-моему, размечтался ты. А что, идемте туда дальше, на параллели. Здесь тоже вовсе идут работы, подготовки к сезону, в общем, работу болгарок и всех остальных систем. Ждем, когда же это все запустится. Ну, а букву В до сих пор еще и не починили, хотя этого точно хочется. Ребята, всем привет, всем солнечный привет из Витязева. Ну, мы вас ждем, добро пожаловать. Как ты думаешь, сезон у нас под угрозой или будет, наоборот, очень много людей? Ну, во-первых, уже начинается, вот уже люди ходят, уже начинается. Раз люди ходят, фоткаются, значит, видно, что они уже приехали, приезжие. Так что, добро пожаловать, ждем вас. Берегите себя. От души, ребята, всех приглашаем в Витязева к нам. Приезжайте обязательно, никаких провалов сезона в этом году, я думаю, не будет. А ты? Сто процентов. Ну, за это, я думаю, вы мне скажете огромное спасибо, что мы увидели с Сактурчиком. Работает с Вагнем, в Венодельном Вальме. Так, приезжать что-то пока не запускается. Люди у нас сидят на скамеечках, отдыхают. И при этом у нас постоль, вино Кубани, тафер еще закрыт, к большому сожалению. Ну, а солнышко наше южное дает возможность вот в таком формате, как я сейчас, идти и общаться с вами. Это очень хорошо. Единственное, ветерок, я думаю, что сегодня из-за того, что кто-то накосечил с микрофоном, может быть беда. Поэтому прошу меня простить, понять и не обижаться. Я не хотел. Будем надеться, хоть показать нашу красоту, ведь из его смогу. Ну, с пёселем камелотабра. Совсем немножечко осталось времени до того, как здесь все закипит. Осталось каких-то там месяц, и здесь будет уже жизнь. Хотя и сейчас мы, если сравнивать с теми днями, которые были до этого, довольно-таки много людей. Все гуляют, и кто-то готовится к работе, а кто-то просто отдыхает. Везде чистота. Сейчас видим там новый этот порядок, и детки поехали. Реально нет мусора, и параллея даже закрытая выглядит довольно-таки привлекательно для променадов к морю. Я думал, что наши вот эти вот фигурки не переживут. Одного лета уже третий год стоят, и радуют наш взгляд. Не смогли их ушатать. Выходим на центр параллеи, с правой стороны кафе-встреча. Ждет встречи с вами, но еще даже не открывается. Рановато. С правой стороны меридиан тоже, пока там никого нет. Чистота, красота и люди, горюющие у нас. Классно. Знаковое место. Ничего не изменилось. Все законсервировано. Единственное, впереди сегодня что-то происходит. Ромное количество возле Ориона машин, я вижу. В Орионе у нас сегодня какое-то мероприятие. Честно, не знаю, с чем привлечу, но людей очень много. Пальмы наши до сих пор под защитой, хотя думаю, что их потихонечку можно уже выпускать. Ведь не обещают уже заморозков. По крайней мере, в прогнозах нет. Но март, он такой, знаете, капризный товарищ, что может и подзалететь, так сказать, нам какой-нибудь минус под самый конец. Я помню, когда уже персики отцвели, и тут бац, минусовая температура. Было тяжело с фруктами. Здесь у нас какое-то перестроение, что ли, опять будет. Или просто убирают навес. Так, прям интересно. Только в прошлом году буквально открылось помещение, и уже что-то меняется. Пишите ваше мнение, что здесь будет по-другому. Я даже не могу придумать, почему так происходит. Мы доходим с вами до поворота на Дельфинарии. Здесь ровным счетом также никаких изменений. Здесь также тишина. Все замерло перед началом летнего сезона. Радует еще меня то, что люди мне постоянно встречаются, что я не один здесь прогуливаюсь. То есть вот вам опять изменения. Здесь носят ролеты перед Сио-пляж. Что-то все меняется прям очень сильно. То есть такие вот действия у нас на параллели. Мы, наверное, к этим ролетам привыкли. Многие были в свои места, где они покупали пиво, вкусняшки. Потом, пожалуйста, сносится все. Будет какая-то модернизация. Здесь два варианта, друзья. Пишите, о чем мечтаете вы. Будем не думать, что будет, а о чем мечтаем. Вот появились тут зоны отдыха с лавочками, фонтанчиками, зелеными растениями. Было бы очень круто. На пляже ветер. Тут, может быть, все очень печально с записью звука. И дюны постепенно находят на параллели. Но, честно скажу, что не так сильно, как в былые годы. И мы с вами пробегаем сквозь арочки. Выходим уже непосредственно к морю нашим. Вот большой вопрос. Почему в этом году не так много песка прилетело на параллели? Один из вариантов, потому что здесь были дюны. Их уже снесло и больше нет. Потому что была уничтожена растительность, которая их держала. Вот так оно везде и произойдет, ребята. А потом придет еще и море. Потому что дюны сдерживают натиск воды. Берегите дюны. Это не для заработка, а для безопасности всего нашего Пионетского проспекта и Витязева. Здесь местами красота, местами свалка. Хочется все-таки, чтобы в зимний период здесь было не вот так вот все, а красивый выход. Вот как в Анапе сделали. Лаунж-зону. Видитесь, вот тоже место притяжения, место силы. Согласитесь. Если кто-то интересуется, где Даша, Даша осталась с Артуром. Я сошел сам. До моря дойти, вам показать и рассказать о том, как красиво здесь. И как Витязева скучает. С той стороны, какие еще есть великолепные дюны, тут будет, бац, паровал. Привет, дорогой морюшка! Как мы к тебе спешили и хотели сегодня на тебя посмотреть. Как и трассит этот мир, когда ты можешь подойти к своему любимому водоемчику. И буквально с ним постарался вот так вот, где венера разбила водичка. Сегодня даже теплее, чем вчера было. По ощущениям прям за счет того, что южный ветер приносит нам как раз такие-таки очень... нежные и прекрасные, более теплые морские свои воды. Идей гуляет сегодня много по пляжикам нашего любимого Витязева. Но я вас хочу поблагодарить, друзья. Все, кто смотрел данный видеосюжет, все, кто поддерживает меня, поддерживает наших солдат. Сегодня, например, пришла посылка из Германии для помощи нашим солдатам. Я ее забрал на почте. Можете увидеть в нашем телеграм-канале и подписаться на него. Буду благодарен. Телеграм называется Морио. Ссылка в описании, в первом комментарии. Видео всегда присутствует. Сделайте поддержку, хотя бы таким действием меня. Еще раз обнимаю, крепко к сердцу прижимаю. Все, кто поддерживает наших солдат, вы лучшие люди этой земли. Всем огромнейший привет, Черноморский. С вами был Юрий Азаровский. Увидимся в следующем видео. Не прощаемся. Жду вас в подписчиках, ребята. Всем пока-пока. Море Анапа. Я люблю тебя. Я люблю тебя. Я люблю тебя. Я люблю тебя.